Приветствую, друзья! Вот видите, на ладошке там у дамы, она там какая-то странная, такая вот красивая, рельефная нарисована. Вот на ладошке у него такой гномик с ним на голове. А это может быть ребёночек, а может быть это из другой цивилизации космической, между веками, какого-то безвремени может быть. Ну, это такая фантастическая у меня картинка, я нарисовал, фэнтези. Это о чём говорит? Вот я сейчас соединю несоединимое для того, чтобы эта метафора была понятнее. Дело в том, что и детям, школьникам, и родителям, и вообще любому человеку рекомендуется утверждённое Минздравом СССР, Минобразованием СССР, созданное в 1981 году в Центре подготовки космонавтов, поскольку утверждена Минздраве СССР, рекомендовано Минобразованием, много лет проверено, и стоит в учебнике по физкультуре у профессора Дмитрия Анатольевича Матвеева для 10-11 классов, синхро-гимнастика, для снятия накапливаемых напряжений и поддержания творческой работоспособности в условиях больших нервно-психических напряжений, для профилактики депрессии, суицидов, зависаний, потому что сейчас все дети у нас находятся и в компьютерах, и они всё время в этих гаджетах, телефонах и так далее, а им же надо и учиться, и развиваться, и быть здоровыми. И вот почему я каждый раз, когда делаю ролики, я ставлю и свои картины. Чтобы ещё раз и ещё раз сказать, что научные изобретения и открытия создаются в междисциплинарном поиске. Когда человек занят только одним каким-то делом, он там внутри этого дела, внутри этой доминанты не всегда слышит какие-то ответы на волнующие его вопросы. Поэтому я всегда рекомендую иметь несколько точек опоры, несколько любимых дел, Почему? И вот я отвечу вам на самый главный вопрос. Для того, чтобы освободиться от шаблонов мышления, от страхов и авторитетов, потому что мы не всегда знаем, кто правильно нам советует, кто неправильно, для того, чтобы освободиться от этого, надо очень глубоко сосредоточиться. А для того, чтобы глубоко сосредоточиться насилием над собой, это невозможно. Человек разрушится, если он будет насильно над собой, глубоко сосредоточиться над тем, что ему неприятно. А надо соединить свои способности, свои таланты с делом, которым вы занимаетесь. Поэтому, когда человек занимается любимым делом, он и способен глубоко сосредотачиваться. А когда он глубоко сосредотачивается, он выходит за рамки шаблонов, на этот простор свободного мышления, где он начинает видеть новое, где он начинает понимать и самоосознаваться. Вот видите, вот глубокое сосредоточение, когда мы детям говорим, сосредоточься, не отвлекайся, и сами пытаемся что-то понять. Так мы понять можем то, над чем мы размышляем, что как-то соответствует нашему глубинному осознанному опыту. То, что человек осознал, он этим и может управлять, а всё неосознанное управляет им. Так вот, вебинар, который мы будем делать с Шейлой, посвящен этому. Чтобы научиться снимать страх, чтобы научиться глубоко сосредотачиваться, чтобы подключать к этому именно любимое дело, и быть вот так вот между различными дисциплинами, чтобы делать открытие. Я, например, первое открытие сделал очень давно, когда я с помощью гипноза, которыми я давно-давно занимался, теперь не занимаюсь, потому что я понял тайну этого механизма и вам готов рассказать, чтобы вы могли лучше регулировать собой и быть защищёнными от всяких манипуляций. Так вот, первое открытие я свое сделал между отраслями, между гипнозом и иглоукалыванием. Я занимался одновременно гипнозом и иглоукалыванием, поэтому я и сообразил гипнозе без иголки вызывать эту реакцию в точке, так называемой Тэ Чи, Чи – это энергия по-китайски, Тэ Чи, через кору головного мозга с помощью сигналов. Об этом известный публицист, журналист Валерий Аграновский написал в книге «Визит к экстрасенсу», где я был как бы экспертом. Об этом была книжка популярная, где я мог посадить тысячу человек, всем предложить расслабиться и внушить у себя в точках ток, не говоря в каких точках, и у каждого возникал ток и вибрации именно там, в тех точках и в тех каналах, которые связаны с больными органами, потому что там чувствительность была выше. И представьте себе, так писал Аграновский, как смеялись люди в высоких кабинетах, имеется в виду, когда я пытался доказать это научное открытие, когда Алиев приходил к ним с этим заявлением, что это можно сделать, тысячи человек сразу. Я хочу сказать им два слова. Расслабьтесь, освободитесь от напряжения и прислушайтесь к телу, где у вас идёт ток, ощущение вибрации, токовых покалываний, может быть, волн тепла. Прислушайтесь. И у многих-многих людей происходило самоисцеление. Видите, как просто. Ну, как сложно было это придумать. Надо было одновременно заниматься любимым делом. Второе. Надо было мыслить меж различных направлений. То есть, то есть, это называется междисциплинарное мышление. Поэтому я каждый раз ставлю картины, показать, что я и художник, и учёный, и тренер чемпионов, и так далее. Это имеется в виду не в самом спорте, а в психологической подготовке чемпионов и на Олимпийских играх, и так далее. И педагогов, естественно. Поэтому сейхрогимнастика, а когда мы будем делать вебинар вот сейчас, вот в 20 часов, а там под роликом посмотрите точное объявление, то на этом вебинаре Шейла и я. Мы покажем свои подходы к этому и свои приёмы, и теорию, и практику. И вы быстро научитесь этому, чтобы снимать шаблоны мышления, освобождаться от страха и выходить на творческое состояние. И вы заметите, как жизнь начинает обретать новое качество возможностей, новое качество радости. жизни. Итак, до встречи, друзья. До встречи.